мои дорогие телезрители рад приветствовать вас в новом выпуске знаете где мы мы все здесь же сан-себастьяне вернее на выезде из него потому что короче мы выезжали а потом подумали ехать нам в бильбао два часа и 120 километров но мы думаем дай посмотрим по платным дорогам сколько будет так вот по платным дорогам километраж принципе можно сказать один и тот же но час езды всего лишь и сколько стоит будет мы посмотрели ада c говорит что это будет стоить конечно рейд ада c говорит будет стоить 11 стоера мы решили что один от стоера стоит 1 часа 12 11 90 и вот мы решили что это стоит одного часа тем более мы будем нормально ехать по автобану вдоль океана представляете мы будем ехать справа будет океан но так что да и вот и на час будем раньше то есть на час дольше проведем сегодня в самом бильбао так что ехали попусти что-нибудь интересное как обычно встречаемся видимся снимаем взгляд на океан яхточки да марусь арбуз убила так ничего еще один раз мы потом на океан взглянем и будем углубляться вдоль материка природа какая ребятки здесь просто огонь хорошо что мы этой дорогой поехали но там в горах я думаю она была бы не менее живописный а возможно даже еще и больше но как не едь просто если есть время если у нас она была мы поехали обязательно бесплатной дорогой сто процентов но времени нет и но не это суда нет но здесь тоже очень 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 красиво едем осталось полчаса их 36 минут 56 километров о гранд каньон смотри марусь прям реально каньон ну чё ребятки таможня за 11 осталось вернее платеж на это все как доктор прописал да и отце никогда не обманывает он конкретно да окей а д отце сказал надо заплатить 11 90 тут написано мы сейчас заплатили 10 90 то есть отец ух негодяй но вообще он показывает сколько мы по и по испании по италии не катались если нужны были платные дороги так что скачивайте а д отце забивайте город такой такой он конкретную сумму показывает ровно столько сколько вам надо заплатить не больше ни разу не встречался что вот у нас осталось 21 21 минута 31 километра мы в бельбао так ребятки этого штирлица уже обгонял но теперь в туалет заехали и пришлось его второй раз обгонять смотрите какая лампочка прелесть вообще такая желтый-желтый такие citroen так чё нам буквально два километра и мы в бельбао к ребятушки рад приветствовать вас вон уже вон бельбао вовсю светится со всех сторон на подъезде чего хотелось сказать бельбао на басском языке будет просто бельба нормально вот самый крупный город в этой стране 10 по величине во всей испании 345 тысяч населения но не столица баскалянда а столица виктория как ее там зовут виктория гостей вот эта столица опять же я совсем забыл мару сейчас прочитал игры да 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 слышал такое баски они живут на два государства поэтому так проблематично если бы теоретически и кто-то бы дозволил им выйти состава испании это был бы кипиш потому что половина басков у них есть еще и территория во франции и тогда бы французам пришлось бы отщепить от себя кусочек так что будут те баски французами эти баски испанцами вот вы подъезжаем машинку поставим пойдем гулять юху адец нас не обманул мы 1090 заплатили еще надо 70 получается 1160 адец сказал 1159 югу клёво давай так что все справедливо видите адец чемпион у ребятки а вон и музей google гугенхайма вон он до хрена себе сейчас машину паркуем и тусим ё-моё вон променада то и где машинку здесь кинуть едем так ничего ребятки припаркировались идем город насколько тепло машинка показывал 18 градусов сейчас такой прикол был гаражей вам отвечаю я тоже заполнил я паркую за там рядом стоит от 500 маша спрашивает это такая же машинка как у нас я гранит это фиат 500 машин до нам хоть мы должны были такую взять обычно пишут такую или подобную ваша к нам такой должны были дать игру или подобную машину до жалкое подобие начинаем дико ржать она открывает дверь от двери жить ворота как втянула в этот fiat 500 но слава богу без царапин вот это красота царика прелесть морозь это кайф короче город вот пока что я увидел при въезде честно опять подименной системе петюля по моей сердечко в 3 подвайзер отлично первое что видел приехал в бильбао это хреново туча магнолий цветущий обалдеть много ее тут за руками машине в камеру прям красота пацанчики там фотошутинг устроили себе типа дерутся там профессиональный фотоаппарат со стабиком телочки на испанском сидят мелкие тета кричат разговаривать вообще прелесть привет короче народ тусит небоскреб стоит и мы идем как завернула мощно где же самому понравилось идем мост чем-то напоминает в любляне такой раз там в трехуровневый можно прямо пройти на ту сторону можно вниз спуститься и идут на красные местные чем мы тоже лохи что ли тоже идем а вот сам музей гугангайма видео там прям арка ой сколько там народу дети лазит так маленький баскята вот смотрите какой мост марусь мы пойдем на набережную да ты посмотри какой-то мост прикольный клёво все посмотрим чё почем я первый раз вижу площадку которую построил спайдер-мен детей да я не знаю тут 100 200 300 мару сиделись давай лезь бегом там он даже взрослый лазит слышь ты спайдер-мен я пошутил да где маша только не лазила человек пойдем сейчас навернешься я первый угорать будут пути поймешь все дети испугаются от моего ржача все слазь пойдем пролезть здесь прям через дырку пошли ты чё пройти хочешь что сейчас пока все не пролезть не успокоиться вот ребятки как-то так это выглядит и туда вдали везде все в сетках реально тут спайдер-мен просто покидал сетей на маруся на всех четверых поползла я должен это видеть ты чего упала а детей пропускала сюда кукой в сухо пойдем так аккуратно ваша ты на шариках тоже прыгать вон на тех будешь каменных да у вида отрубы кататься тоже там будешь не здесь вот знаешь вот в эту сетку бы тут я туда посадить в эту синюю вглубь офигеть сколько тут все так всяких давай гуггенхайм вот это мягкая такая штука по которой ходить чтобы дети не падали чтобы упал и больно не было смотри сколько тут сетей горок всяких ё-моё клёво чё народ а вон туда чё касса а муж не пошел за пивом за пивом ца-ца то пиво продают вон надо туда мороз к мосту на набережной чай все покажу кайф какой какие молодцы поют у них тут вот барабаны инструменты всякие ну ладно идем короче вот музея вон там вот какой-то щенок из цветов огромная такая псина сейчас будем гулять здесь смотреть вот сегодня мы здесь гуляем потом мы ищем где-то что-то покушать и попить и едем в отель потому что нам в отель ехать 20 минут отсюда поэтому собственно говоря на машине можно было бы на метро доехать на трамвае но 40 метров 4 минуты сюда ехать потому что мы живем на самом аршиве вот а завтра мы уже приедем целенаправленно в старый город и будем гулять старом городе бильбао а пока вот сюда ну вот как то так бильбао смотрится нам с набережной на свою реку не знаю правда понятия как не имею как она называется счет пытался поискать в карте не написано может канал какой-то хрен его знает так ну вот ребятушки вон знаменитый паук идем смотреть на этого паука это вот что сейчас такое вот это пожар да не выключайся часть телефона снимать буду это что такое я шел шел как он вспыхнет я аж испугался вот прям пожарище обалдеть сори это пацан девчонкой вышли вдвоем и целуются прямо на огонь а вон бегом бегом люди бегут ой-ой-ой горит костер горит я опоздала о клёво да обалденчик хрена себе оттуда курочку можно и грилить и все но как я вовремя пришел я когда куда-то приезжаю всегда играет музыка а хотел сказать музыки не было оркестра был вот только что ж ты ради меня даже огонь включили клёво муры смотри какая прелесть не знаю ребятки будет видно или нет вот это вот паучину вот но вот этот гигантский паук он здесь сейчас я прям под ним стою клёво чат горит рассекай вот это вот нога вот нога паука вот она подсвечивается активно фонарем вот она и вверх 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 вот это вот гигантская паучина обалдеть так клёво здесь мост сверху прикиньте там машины ездят люди гуляют вообще красотища блин по 2 по 3 полосы по любому и туда на ту сторону и сюда на эту сторону так что мы сейчас поднимаемся по лесенке а дома шлифт ну и было бы было бы неплохо красота не бельба однозначно очень красивый город очень понравился более вечерний клёво туда прям 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 под мостом так идем обратно на лесенку и поднимаемся к собачке цветочной ребятки по той по той лесенке вверх 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 здесь один пролет 2 и прям на мост выходишь но вот тут музончик албаса девчонка фотографируется фотошутинг так что идем дальше клёво как весь пол разрешеченный решить то клёво как смотри арочка реально мне чем-то порта напоминает вот этим мостом кайф идем вот о чем я ребятушки весь город вот чем порта напоминает город идет вверх все светится мост как марс нам туда идем клёво зелень трамвайные пути колечко такое машинки катаются красиво город светится мост арочка все тоже по мосту едут аэропорт а вон у нас щеночек цветочный идем к нему так ребятушки но мы подошли прям к этому собачки к этому собачки он он весь этот песик из цветов цветы разят за километр не правда запах просто цветочный такой сладкий такой я не знаю медовый это живые цветы они пахнут клёво обалденчик сейчас я фоточку забабахаю фейсбук тоже выложу потом вот такой вот улочкой ребятушки медленно так передвигаемся идем смотрим что есть кафешки такие мороженец открыто люди мороженое едят прикольно клево вышли ребятки на площадь моя там так написано моя площадь и вот сзади нас клиника моя и огромный фонтан и всем зеленого светофора и ходим все-таки вон и демонстрация не не будем куда на демонстрацию идем демонстрировать я хочу жрать я хочу жрать сейчас буду искать чтобы мне нашли какую-нибудь там где я ем что я голодный куда столько народу ребятки будто я в токио попал вот эта площадь напоминает очень площадь каталонии в барселоне тоже фонтан это же до хрена людей и все так сделано вот туда гауди идти сюда идти на рамблю вот вот что-то не знаю меня мне напоминает красиво очень родус это что-то со смертью связаны я думаю да что-то там кто-то ручки говорит помогите нам мужик и чё у него вот вот правильно что мы сюда пошли вот она сама пешеходная вот ресторана марусь вот палатки к все ребятки мы спасены что получается у нас тут пять лавочек для мизантропов от она меня сама чуть не сбила это она меня чуть не сбила так идем красота какая а вот это мне напоминает реально лиссабон помнишь там где мы ели центральная такая улица с этими реально лиссабон милан палатка напоминает милан но в милане здание бульвар шире и здание намного выше они другие а вот на лиссабон чем-то похоже идем вон вулкан парит дымит так вам куда пришли тут какая-то волкайская какая площадь скайская без кайская понятия не имею мы находимся в без кайском заливе коры без кайская площадь вот простите меня не уча так идем ась это без кайский залив а все понял так это северная атлантика для меня твой пацан я тебя научил короче выстраиваешь их стенку они загибаются и сало по задницей чем больнее тем лучше тоже так играет так идем красиво реально красиво очень церковушка какая-то и мы идем нам буквально чуть пройти мариса говорит там прочитала что хорошее здание стоит посмотреть вот идем я посмотрим что там такое вот так ребятушки мы его нашли я вон вижу с 28 по 22 какого-то какого-то месяца написано charlie chaplin клёвые там внутри что может зайти еще по ним посмотрим на действительно стоило посмотреть сейчас зайдем так ключи заходим во внутрь и что же мы видим хрена себе хватит пить стакан разбил ему не уже не наливать мужичку то смотри она сидит в окне читает просто видишь стул а ты садишься в каждом окошке отдельный стул видишь ты садишься и читаешь пошли я тоже засяду вот на этот стул и буду фейсбуке сидеть да да мрусь пошли всяким в какой-нибудь стульчик я хочу посидеть в фейсбуке позависать своем окошке все будет на меня смотреть это солнце не какая-то красная маша не пугай меня так красота какая серега да реально все колонны вот эти китайской смотри с драконом колонна мороз вот это так ребятка это темно мало чего видно всем советую обязательно сюда зайти это это очень хорошо погуляем тут полазим посмотрим марш мари наверх вода кайф город ребятки реально живет вон девочки сет селфик мутят вдвоем такие красиво одеты большие бульвары знаете что ребятки мне реально здесь поражает очень много детей от 10 до 15 лет вот в такое время просто кучками где-то сидят тусят там на площади футбол гоняли просто вы задумаетесь пол десятого ребенку в 10 лет он с друзьями тусит на улице вот теперь задумайтесь и скажите возможно ли это в германии до единичные случаи в основном хрен стемнело домой где гуляют десятилетние восьмилетние дети дома сидят то что баняк украдет съест зажарит я не знаю германия настолько забитая страна стала в этом плане за последние годы что мне просто страшно в испании то что мы летом по андалусии катались сколько стариков и детей на улице здесь италия ребятки его уема нихрена себе он чуть не задавил его и просто вот в таких странах франция здесь же в европе и это возможно в германии шиш тебе и от печали на самом деле не это очень расстраивает мы идем дальше наслаждаемся и маруся еду ищет стоит где то есть я все-таки не потерял надежду найти свои креветки должны же быть в каждом городе есть что-то такое и в этом тоже должны быть креветки для меня идем так научи ребятушки мы еще полчаса прошвырнули здесь где можно вышли опять на площадь моя толком ничего не нашли идем в сторону машины вон где небоскреб там наша машина стоит по дороге ну по-любому я уж согласен на какую пиццу или пасту потому что ни хрена креветок я не нашел старом городе я думаю с этим проблем не было но старый город мы сегодня не хотим ехать и идти потому что это мы решили оставить все на завтра с утречка вот так вот да так что вот ребятки идем по пути сейчас чем найдем и мельдуемся чит-то дритта фрау мадам я урок вам преподам 1 он 2 он 3 такие стоят так начало мы вернулись на главную пешеходную смотрим что здесь есть среди сколько молодежи реально просто сколько молодежи вот две девочки идут совсем я не знаю но лет 10 9 ну да да хрена вот пацанчики гуляют которым там лет по 13 14 от силы найти окей с родителями а так просто посмотрите реально люди наслаждаются жизнью они забились дома даже боятся их там продут или не дай бог сейчас делают ох красота что летом происходит ребятки когда тепло никто не в куртках все футболочка футболят мячик прелесть и опять ребятки вернемся к молодежи вы просто посмотрите сколько и лет 10 13 от силы пацаны девчонка вот какая толпа вышли гуляют 20 55 19 градусов еще одна площадь мы тут тоже еще не были нового так ребятушки мы шли шли я пришел на шум полная площадь людей со всех сторон бары все курят пьют надеюсь они что-то едят а нет бар не марусь они не едят максимум семечки на столе реально семечки на столе семечки с орехами итальянский ресторан идем это куда прямо короче ребят все решили ну нахрен сдались мы с креветней идем в простой итальянский ресторан садимся и я ем свою пиццу все давай давай посмотрим марусь а мы туда заходили читали там ничего нет ё-моё вся улица здесь вообще не протеснится приходится на эту перейти все битком за машинами люди ваш мы здесь смотрели ничего я уже вижу ничего хорошего идем он туда а так ребятки везде от телеки работают и показывают игру маляга барселона у марус нам сюда в магазинчик пошли пойдем пойдем вот здесь точно есть то что я ищу а чон закрыт а чонный кладь шоссе мы до 9 язык какие-то передо мной дверь закрывается это судьба я хотел пиво купить слушайте какой гул это как отвечает как в дублине на папной улице сейчас вам просто ё-моё масса три места нет в барах они на улице пьют а ну да баски мы все находили они же везде видишь на улице гуляли и ё-моё они вот так вот сидят пьют они вот так вот стоят и притом пожилые люди молодые люди все люди так короче ё-моё жарко тут нереально жарко ребят где пиццерия может сюда собой и но их нафиг ресторан мафии идем в мафию есть пиццу хорошо мы уже мой скоб народу вот это клёво здесь есть где потусить отвечаю воля то литерея идем к итальяшкам вот сейчас берем пиццу и едим у меня я первый раз первый раз такой сейчас я первый раз вижу такую пицца не квадро формат же то есть не 4 здесь 7 сыров маруся салатик заказала она на тебя смотрит да да хрена чего что стоит присылать 1260 клёво приятненько ребятки вкуснее пиццу и с сырами я в ел тесто на и тончайшие 2 миллиметра максимум толщина теста и сыр сверху это просто огонь божественная пицца всем посоветую это местечко здесь мы пришли во время потому что вот смотрите люди стоят и они ждут очереди потому что столов нет а мы пришли там еще было пару столов мы сели о это было обалденно ребятки это было шикарно ля фа лителя как короче хрен его знает короче ищите вот там где-то там не клёво на самом деле мне очень-очень-очень понравилось куда мороз идем машину куда в машину а вон небоскреб там парковка садимся в машинку короче ребятки увидимся уже я думаю когда мы будем покидать парковку и где-то минут 20 нам ехать на окраину этого города окраину бильбао где мы собственно говоря живем выйдем я медусь покажем улицы ночного бильбао смотрите народ гудит все гудят все гуляют собачками курят пацан футбол играть смотри сколько лет мальчику он посреди ночи время пол одиннадцатого он мяч футболит ну вот окей ладно вот его сестра и мама папа все сам факт ребята вот это я понимаю в казахстане мы с пацанами хотели как-то скинуться здесь у нас были деньги и купить фосфорный мяч нахрен потому что что когда солнце заходило чтобы мы видели его потому футбол гоняли мы играли реально футбол до темноты не то что в метре от себя кого-то увидишь мы играли вот и все такого детства желаю две маленькие девочки я не знаю лет восемь девять тащат две пиццы сколько каких 13 марус ты че издеваешься ты так вот 13 лет вот такая вот было да ладно какой 9 10 лет вот именно то что 5 лет короче девочкам по 10 лет они тащат две пиццы сели вот на такую вот лавочку и сидят пиццу точат реально точат домой пускай спать идут в чем проблема не дооборот это клево 18 градусов время чтоб не соврать да да 21 40 время детское но темно ребятки и фи-фи уф-уф а идем-идем ё-моё короче он там от небоскреп там наша машинка садимся едем hammer лимузин тоже тут катается он там вот там будешь кто-то хорошо поехал не ну ладно то что много детей на улице я уже с этим согласился у каждого пацана мяч он он идет об стену футболе сейчас барселона только что маляку 2-0 натягивает потому что гол такой был красивый но реально все пацанчики четкие с мячиком потому что что у нас самый национальный спорт в испании конечно футбол всем известно так ну чё идем я тебе сейчас иди сюда так я не могу целый лавас котелочек там пацанчики тут вообще пацанчик с девочка сидит вот дети в классике прыгает ну вот да ладно я поражаюсь отвечаю что я испанцам не родился родился немцам а вот такой горячий мачо дай ей дай ей дай ей мачи 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 ма это братцы стране просто дурак но я думаю они одинаковые от одной хозяйки так догнал погавкал квартир ты меня догоняй вообще зашиблись я думаю месиво будет теперь ты водишь ну так ты видел он реально догнал хав хав и сваливает тот бежит догоняет так вот кольцо вон там вот слева маша горит парковка так идем так ребятушки смотрим чего так так почему почему не дома как пацанчики здорово 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 как она ништяк чё не думают чё они тут вообще тусят вообще не понимаю ходят тут тетка пели считала нет подожди это же на итальянском короче ребятки вот еще тут пацанчики короче тусят прикольно мне нравится небоскреб едем полдня в городе настояли на 435 клёво здесь ребятки парковка хоть по-божески широкая парковка до этого где заезжал там такие переулки были реально чуть ли зеркала не складывать чтобы заехать так ну чё мы уже как-то проходили в гранате мы так покидали город выехали с парковки и он давай нас навик короче по городу катать говорит вы еще не всю гранату видели что бильбао я сегодня достаточно посмотрел хочу в отель завтра буду продолжать так что давай навик не шали едем каутку кой молотить и уф-уф как он юма и чем вытворяет хрен на себя только что на одной ноге так ехал и грудь дима на одной ноге так стоять не умеет а пацан на скейте так делает учить и упал видела там профи так пацанчик подожди сейчас я рядышком то выводу еду 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 ты красавчик ты молодец я тарантино заснял прям пацана красавка так едем нет навик сказал сюда ехать я я еду видите здесь вообще дорога закончилась тут стройка они знак есть туда можно стрелочка стоит значит горит езжай но за мной никто не повернул все повернули почему-то направо а я налево как навик сказал где мы а спереди кирпич да ладно кирпич и чё там написано эксцепта биль бабус я не биль бабус точно пускай забирают права пока не пришлют я уже уеду в другое место мы были здесь ребятки не делайте так никогда кирпич он и в африке кирпич я еще не местный не права заберут так вообще стоять я вперед всех вообще дальтоники не различать зеленый с красным едем ладно ребятки е-70 мы еще и на автобане прокатимся сегодня га-га-га-га по городу хрен весь город не ехать и всю эту бодягу бачком бачком как-то там там везде свои ухты как у курсовец едем если вы это увидите это что-то ребятки это просто уху в город правее держусь едем говорит вот сан-себастьян туда виктория гастать столица то бишь и бургос правее бургос мы завтра будем да так ну чё нам осталось буквально там пять километров до отеля все адам спатеньки лег я уже ходить не могу морой смотри вот это вот сакура яблоня вишня какая-то а я грубо сакура это растет я уже грешу я идти не могу последний метр идем и без баджет наш отель не надо меня нести иди открывай дверь сейчас квест по чекину как как зайти в отель живем да ладно ребятки тут люди прям сидят они прямо сейчас нам дверь откроют комнатку дадут там есть автомат с этим с кока-колой здесь там спим есть прикол я искал заправку и такой знак на автобане прикиньте через километр заправка и мне навига через 100 метров съезжай маша говорит не судьба захожу я значит а тут пила в автомате все в жизни получилось а как она работает уж смотрите давайте попробуем может вытащим оттуда 2 и платить не надо так первую в кошку в дом пустили марусь и зашла включился нормально так трехместная кроватка баджет и без так что завтра ну чё ребятушки давайте целых пузико там лайки ставьте коментите и завтра увидимся надо поспать немножко да завтра был великий дела завтра мы поедем старый город грибаус но и кстати мы сильно большую часть посмотрели центром вообще децильный так что завтра быстренько пробежимся как раз с утречка пока весь город спать будет а